всем привет сегодня мы поговорим о устройстве которое называется анкер расскажем вам немножко для чего он нужен и собственно говоря расскажем о том что не все гитары плохи как изначально кажется так как очень часто человек купивший гитару в магазине берет ее в руки прекрасную гитару чувствуешь что что-то не так либо плоды звенят либо струнки слишком высоко и играть неудобно весь секрет может крыться только в одном устройстве называется анкер андрей сейчас расскажет о нем расскажу ну собственно анкер призван для того чтобы умничать анкер регулировать прогиб грифа на самом деле то есть гриф в идеале должен быть прямым либо чуть-чуть прогнут как это посмотреть мы уже показывали все время покажем еще раз да если прижать страну на первом году где-нибудь на 12 и потыкать вот так пальцем то видно что прогиба на этом грифе нет вообще мало того он даже выгнут по моему немножко наружу из-за этого вылезают особенно такое возможно мы часто отправляем гитара куда-то в регионы даму струна ослабляем и за время пути собственно говоря при смене климата вот такое может быть возникнуть такая ситуация пугаться этого не надо ничего тут страшного нет просто в данном случае надо взять этот танкер ослабить немного для этого ключик который всегда дается в комплекте с нашими гитарами ставить его и повернуть его если смотреть отсюда то против часовой стрелки но сделать четверть оборота то есть против часовой мы делаем такую ямку да и бы отпускаем ослабляем и когда по часам весну начинает прогибаться на гриф а когда мы крутим его по часовой мы делаем горбик да совершенно верно подождать недолгое время посмотреть картинку уже лучше но можно еще отпустить теперь прогиб появился на грифе собственно вот для чего нужен анкер ну после регулировки анкера надо только еще подстроить немножко в тональность гитару то что когда мы ослабляем анкер головка грифа чуть наклоняется вперед и строй понижается после этого надо немножко подтянуть струну соответственно когда мы подтягиваем анкер делаем горб строй повышается поэтому в этом случае придется немножечко отпустить ну это абсолютно простая процедура не требующая специальных знаний как почистить зубы для мне вот эти как разно нет они должны быть у каждого музыканта гитариста любители профессионалы потому что но не будешь ходить каждый раз мастерскую но подстройте мне анкер да потому что если мастерской нет под рукой или поблизости где-то далеко поэтому конечно это решается просто сейчас только легенд в интернете ходит на то что чтобы настроить анкер нужно отпустить струны или вообще их полностью снять потом после отстройки анкера чтобы гитара повисела сутки сутки на какое-то время иногда требуется на самом деле ну разные инструменты по-разному реагируют на это дело вообще анкер должен работать с натянутыми струнами то что надо вот обязательно отпустить это фигня значит этот анкер работает плохо сам по себе изначально то есть нормально работающий анкер правильно там сделаны и вставлены с нужным радиусом он будет работать с натянутыми струнами и даже на 12 струн на гитаре поэтому нет никакой необходимости сначала ослабить струны потом покрутить анкер поставить струны этот процесс становится бесконечно то есть натягиваем регулируем анкер на натянутых струнах настроен гид полностью настроенный в тон не ну чтобы картинка ну хорошо я согласен там сидели поиграли какое-то время смотрели опять натуре картинку намного ли она изменилась если ну все-таки прогиб получился больше чем надо значит его чуть-чуть подтянуть в обратную сторону то есть полчасовой стрелки и чуть-чуть подтянуть ну и плюс наверное нужно понимать что настройка анкер это не один раз когда вы там настроили и все на всю жизнь вы можете поменять струны у разных струн разное натяжение придется под это под эти струны подтянуть анкер или сезонные колебания совершенно ваше нормальное явление для в том месте где вы храните инструмент стало суше гриф стал тверже соответственно надо будет анкер чуть отпустить а если вы попали в более влажный климат в дереве древесина становится мягче соответственно добавить подтянуть еще раз горку мы делаем по часовой стрелке а прогиб мы делаем против часовой стрелки все секреты друг другу вроде понятно вот примерно так и самое главное не забывайте когда вы приобретаете приобретаете инструмент не только в гитарном клубе клубе но и в других магазинах проверять как настроен анкер не часто продавцы музыкальных магазинов настраивают инструменты у себя на места здесь это происходит регулярно и все покупатели уходят счастливыми отсюда но в других магазинах не всегда это происходит и поэтому человек купивший прекрасный инструмент может испытать определенный дискомфорт в одном или в другом случае будьте внимательны и не думайте что вы приобрели плохой инструмент я хотел маленькое дополнение сделать что что касаемо наших инструментов которые человек получает по посылке тут тут достаточно будет поработать с анкером а вот если вы покупаете просто инструмент где-то со стороны то конечно тут одной настройки анкером может и не хватить потому что анкер все-таки призван не то чтобы он от него зависит высота струн над грифом но только им отрегулировать не получится поэтому если все-таки там струна очень высоко то потребуется регулировка порожков там верхних вот что хотел сказать потому что иногда люди говорят я ваш анкер кручу 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 вот уже резьбу сорвал не помогает ну потому что надо было уже не анкер крутить а лучше смотреть на все остальное